В этом году белорусы не увидят новых автомобилей. Моторшоу 2015 отменяется и все главные мировые премьеры объедут нашу синевокую родину стороной. Но не стоит отчаиваться, ведь на роль главного весеннего события претендует выставка мотоциклов и велосипедов Мотовелоэкспо 2015. Гостям обещают показать новинки двухколесного транспорта не только белорусского производства, но и известных европейских брендов. Также посетителям будут доступны творения и стана кастомайзеров, создателей удивительных и неповторимых мотоциклов. Что же, давайте пройдемся и оценим старания организаторов, что говорится своими глазами. Организаторам было обещано, что на одной площадке соберется рекордное количество кастомайзеров с Белоруссии и России. Всего будет представлено около 50 моделей, перекроенных, выполненных на заказ, восстановленных и или расписанных аэрографиями мотоциклов и велосипедов. Также свою продукцию продемонстрирует австрийский производитель мотоциклов КТМ. Прошлая выставка была очень успешной, очень много, большое количество посетителей собрало, большое количество спортсменов, потому как были соревнования на сцене. В этом году мы также собираем спортивные соревнования, только они в этом году будут более направлены, приближены к тематике нашей выставки. Также в этом году отличает выставку то, что мы впервые собрали такую большую экспозицию кастомайзинга, аэрографии и ретро-моделей велосипедов и мотоциклов. Кроме того, мы в этом году впервые проводим конкурс аэрографии, приуроченные к 70-летию победы Великой Отечественной войны. Сколько человек вообще в прошлом посетило выставку в прошлом году? Было более 10 тысяч человек. В этом году мы рассчитываем привлечь не меньшее количество людей. Вход стоит для взрослого 50 тысяч, а любопытный для студентов и пенсионеров 25 тысяч рублей. Одна из новых моделей, которую на выставке продемонстрировала австрийская компания КТМ, это вот этот спортбайк с индексом RC390. То есть, 390 значит, что в мотор объемом 390 кубических сантиметров. Мощность здесь в этой достаточно увеличистой машине 45 лошадиных сил, а расход топлива, как нам рассказал дилер, составляет порядка 4 литров до 100 км в час. При этом максимальная скорость у этого спортбайка, не побоюсь этого слова, составляет 180 км в час. Здесь ориентировочная стоимость на белорусском рынке 6700 долларов США. Говорить много ли это или мало, не берусь, потому как белорусское произведение искусства, если так можно выразиться, это Минске R250, оценивается дилером порядка 5 тысяч 6 тысяч долларов. Собственно, выбор у белорусских байкеров есть теперь и в лице австрийского КТМ. Скажите, с какими конкурентами приходится остро бороться за своего клиента? Возможно, это наш отечественный производитель Минск, ведь у него тоже есть модели TRX300, есть R250, мотоцикл тоже спортивного характера. На ваш взгляд, все-таки КТМ навязывает борьбу кому здесь у нас? Ну, я бы все-таки сказал бы, что КТМ борется не с Минским заводом, потому что у Минского завода есть свой потребитель, и у них для своего класса тоже есть хорошие мотоциклы, но все-таки, на мой взгляд, это разный класс мотоциклов и больше с японскими мотоциклами. А сколько мотоциклов за прошлый год вы реализовали? Реализовали? Ну, в основном реализовали спортивные, ну, кроссовые мотоциклы. В сумме, ну, я даже затрудняюсь, порядка 10-ти спортивных мотоциклов, ну, и дорожных, наверное, мотоциклов 5-6, это точно. Кечальный, но факт, белорусских мотоциклов в Минск на выставке не было. Причиной тому кризис, говорят организаторы, и в это, в принципе, можно поверить. Помимо новых мотоциклов и велосипедов, которые представлены на выставке «Мотовелоэксвд-2015», здесь вы сможете увидеть огромное количество, порядка 50 моделей оригинальных, совершенно индивидуальных мотоциклов, вышедших из-под рук, так называемых, кастомайзеров. С одним из них, минским творчески развитым человеком, мы сейчас попробуем побеседовать. Сколько в среднем занимает времени создание такого произведения искусства? В среднем год, в зависимости от сложности, конечно, и пожеланий заказчика, это, в принципе, можно продолжаться, может, и до двух лет. А покупают эти мотоциклы, они для того, чтобы на них в поседневной жизни есть? Ну, или где-то либо поставить, выехать однажды, там, на день рождения, свой юбилей? Все верно. На самом деле, выехать там в хорошую солнечную погоду, там, покрасоваться перед друзьями, опять-таки, поставить в виде части интерьера у себя в дорогом доме, как бы, ну, в основном для этой цели. Это больше как игрушка, скажем так, произведение искусства, какая-то красивая картина. На выставке присутствует и интересный достаточно стенд республиканской ГАИ. Что же привело госавтоинспекцию на эту выставку, мы поинтересовали собственного представителя госавтоинспекции. Как может пройти такое грандиозное шоу без государственной автомобильной инспекции? Ну, во-первых, здесь же представлены различные макеты вело- и мототехники, ну, а так как госавтоинспекция все-таки следит за соблюдением правил дорожного движения, то сегодня каждый участник может пройти интересные тесты для велосипедистов, а также для водителей на компьютерах, за что они получают памятные подарки от ГАИ и от компании «Новый поворот». А вообще, вот велосипедистов часто штрафуют? Ну, как вам сказать, нарушают велосипедисты достаточно часто, особенно это летний период, когда вот самое распространенное нарушение среди велосипедистов, когда велосипедист переезжает в проезжую часть или пешеходный переход. Лично я не рискнул проходить тест на знания ПДД для велосипедистов, однако вот молодой человек не побоялся, сел за компьютер и стал решать задачи. Ну, собственно, сложные задачи были? Расскажите. Задачи не сложные, но нужно читать условия внимательно, внимательно читать варианты ответов, потому что есть вопросы с подковырками. Я сделал три ошибки, тест не сдал. Вы пришли сюда, чтобы что-то купить, либо просто присмотреться, посмотреть? Просто посмотреть, присмотреться, пообщаться с более опытными людьми и как-то для себя мототему упорядочить. Есть вопросы? Ну, мне было любопытно глянуть вообще, что здесь будет. Хотел немного глянуть эндуро-мотоциклы, в частности, внезапно наши Минские. Их не было? Ну, внезапно их нету, поэтому я немного удивлен, хотел их увидеть. Ну, и в целом просто глянуть на аэрографию, глянуть, что есть новое из экипировки, ну и, возможно, глянуть на гарнитуры шлема. В прошлом году был на выставке, но как-то не сильно масштабы увеличились. Ну, не моторшоу, естественно. Ну, да, хотелось побольше как-то, какого-то экшена, конечно, добавилось, наверное, немножко, но все равно хотелось бы скидки какие-то, наверное, а не просто так, по тем же ценам. Нам понравились мотоциклы, и хотя мы как бы не интересуемся мотоциклами в практическом плане, но они очень красивые и очень разнообразные. Ну, большей части нам интересны были велосипеды, потому что мы ездим на велосипедах. Ну, и пытались присмотреть себе какой-то вариант. Есть на что посмотреть даже людям, которые просто хотят развлечений. Субтитры сделал DimaTorzok